Девушки отдыхают 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 Нам было очень интересно работать с Леной. И вы посмотрите, какие костюмы Лена изобрела. Конечно, было сказано и о декорациях Петра Окунева. Но мы рады, что точки силы Театр Мюзик Холл задействованы активно в этом спектакле. В частности, наша звездочка Аня Викулина. Надеюсь, Анечка тоже скажет несколько слов о своей партии, о образе, который ей сотворили. Друзья, поддержите нас. Мы хотим сделать яркую премьеру, яркие интересные спектакли. Действия происходят здесь и сейчас, в каком-то условном городе. Скорее всего, это всё-таки Москва, скажем так, по замашкам. Интереснее, мне кажется, зрителю всё-таки переместиться именно в наше время и посмотреть, какое решение наши творческие энтузиасты предлагают вам. А я с удовольствием передам слово Павел Постраджуна. Павел. Спасибо. Как Юлия Николаевна ответила, это уже существует семя. Я хочу добавить, что это как большая итальянская южная семя. Потому что у нас много. И слава Богу, что так, пусть будет так всегда. Когда мы приняли решение ставить летучую мышь, конечно, может быть, шуточно, но подумали, что, может быть, мистерикс там всегда быть в маске. Да, эта тема тоже актуальна сегодня. Ну, приняли решение просто показать, кто виноват во всей этой ситуации. Да, это летучая мышь, мы же знаем, да, китайцы так нам говорили. Хотя этот самый, есть человек, который об этом знал уже пять лет назад, да, это Белгейц, мы об этом знаем. Ну, конечно, ситуация, мировая ситуация непростая. Ну, в том числе, конечно, мне кажется, что иметь возможность смеяться над проблемой, это всегда спасение. Поэтому мы приняли решение с Василием пожутить чуть-чуть на ситуации. И, конечно, история идет сегодня практически, это сегодняшний день. И многие существуют связи с том, что происходит в мире, эпидемия, там, пандемия и так далее. Поэтому шутки такие, сориентированы туда. А по музыке, конечно, мне кажется, что я не ошибаюсь, если называю эту оперету королевой всех оперет, которые были когда-то написаны любым автором. Страус Сен, знаете, очень интересная личность. Когда в Вене были проблемы с театром, всегда его звали, чтобы он спасал ситуацию. И именно летучая мышь родилась именно таким образом. Вот стояли похожие проблемы в Вене, не было, конечно, пандемия, но были проблемы с продажей билетов. И директор, конечно, театра очень сильно переживал. И он решил попросить Страуса написать что-нибудь очень популярное. И вот Страус написал летучую мышь, которая стала сразу очень известной, очень популярной. И вот продажи пошли, наверное. Так что мы надеемся, что с нами будет то же самое. Конечно, вы услышите в оперетке очень много темы, балцев и чардаш, которые, наверное, вы знали по отдельности. И многие из этих, конечно, балцев, они присутствуют в овертюре, которые мы часто играли. Ну, здесь вы услышите, как Страус мог соединить балц с бейнем. Это не самая простая вещь. Не самая простая вещь. Вот здесь с нами Аня Викулина, которая уже много раз пела куплетом «Адель». И теперь она выросла. Она теперь розалит, поет. Это очень большая роль. Я думаю, что... Я уверен, что Аня справится с этим. Многие из наших молодых солистов участвуют. То, что для нас, конечно, безумно интересно. И это радостная новость для всех, надеюсь. В том числе есть, конечно, приглашенные солисты. Такие, как Борис Степанов, солист Михайловского театра. Должен был быть Мегицко и будет. Конечно, ну, пока не можем помещать, что он будет на примере. Скоро всего, Константин Кита будет исполнять примеры. А дальше вы увидите, конечно, Сергея Мегицкого. Надеюсь, что вам понравится спектакль. Это, конечно, ребенок, детища нашего Василия, которому передаю слово. И я попрошу сказать чуть-чуть о его решении. Спасибо. Во-первых, добрый день еще раз всем. Я очень рад всех видеть в это непростое время. Во-вторых, я еще раз хочу поблагодарить Людю Николаевну и маэстро Пабио за приглашение к работе. Потому что иметь у себя в режиссерском резюме такое название, как «Летучая мышь» Адам Штрауса, это почетно и приятно, тем более в одном из ведущих музыкальных театров нашей северной столицы. Что касается самой «Летучей мышь» Адам Штраус, когда мы обсуждали задумку еще весной из маэстро, с Юлией Николаевной, мы решили сделать ее, и сам сюжет позволяет, достаточно вневременной. Он из города, это и не Вена, это и не Берлин, и даже не Москва немножко, как он сказал Николаевну, но это не так, что происходит Москва. На самом деле это такой обольшой мекополис, в котором встречаются люди, в котором плетутся определенные, вроде, веселые, легкие интриги, различные комедийные ситуации, положения. Я добавлю, почему именно для меня важна сегодня «Летучая мышь» Макропи или Туда-Дай ситуацию с ковидом, и какие-то европейские, чуть-чуть политические аллюзии, винисценции у нас тоже есть, европейские. Потому что, как раньше говорили в Средневековье, смехом можно отогнать чуму. Ну, было такое поверье. И вот именно поэтому, я еще раз добавлю, «Летучая мышь» и Адам Штраус – самая жизнерадостная, самая шампанская аппиета была на нами. И туда, конечно, мы еще раз говорю, мы взяли за основу немецкую версию – это «Дифридер Маус». Но для любителей аппиеты по сценарию Эрмана и Вольпена мы взяли несколько знаменитых ключевых сцен, бережных сохранили и тоже внесли в нашу версию. А, собственно, дальше завеса тайная. Может, еще что-то, Николай, уточните, просто сказать, я не знаю. Ну, для общей задумки как бы сказал нашим. Наверное, будут вопросы. Да, если вопросы будут, я с удовольствием на них отвечу. Ну, а, собственно, к той красоте, которую вы увидите на сцене, я еще немножко скажу там на сцене, подводочку к тому фрагменту, который вы увидите. Я передам сейчас слово нашим замечательным художникам с Леночкой Вершининой. Мы плотно достаточно, я сотрудничаю, мы работаем с ней и на Сибирске, сейчас и в Челябинске, мы выпускаем с ней тоже много спектаклей. С Петром вот я сотрудничаю в первый раз, и я очень рад и этому знакомству, и этому замечательному сотрудничеству. То есть о нашем художественном, уже визуальном решении, я думаю, что расскажут наши художники более полно и более подробно. Я рассказал о идее, о замысле, а дальше я передаю слово Петру и Елене. Спасибо. Я буду рассказывать о художественном замысле, но я расскажу о проблемах, которые мы столкнулись с этой передой, потому что передой для меня, она очень сложная, потому что сделать ее не старомутной, на мой взгляд, довольно сложная задача. перенося в современность, как мы это сделали, очень сложно сохранить в меру вкуса, сохранить какой-то аромат именно венской апеллеты. И как это у нас получилось, вы увидите. Я надеюсь, что все вышло. На мой взгляд, получилось. Вот. В общем-то, все, что хотелось сказать, вы все увидите. Ну, действительно, я Петра поддержу. Очень сломаю его пастюмами, декларацией, чтобы сохранить вот эту, все-таки, первозданность этой папилеты, потому что это первая опера летучая у нас, да, на всех папилетах самая. И очень сложная. И так, чтобы ее и не тронуть, и оставить, как Петра сказал, очень тяжело перевести на современную вату, на современный мир, и все вот эти вещи, которые сегодняшнего дня, да, в нашу жизнь перенести. Достаточно такая сложная была задача. Вот, это уже тоже. Костюмы пышные. Это праздник жизни. Мы показываем праздник жизни. После долгой пандемии, за это засиделись. И здесь это пол, гуляй, не хочу. Самое главное, выпить шампанское. Когда все будет страшно. Не забыть. Ну, собственно, содержание второго акта располагает, там шампанское течет рекой на полу князь Орловского, и не только шампанское, мы все прекрасно помним. Вот там у нас мы еще, то есть если разговор прошел под шампанское и прочие развлечения, которые были на полах, я приоткрою завесу тайны, у нас не бал, у нас именно вечеринка. Вечеринка закрытая у князя Орловского, потому что сами знали, знаем и помним прекрасно, что во время пандемии все было закрыто, никуда не пускали, да. Сейчас даже весной, начале лета. Естественно, люди хотят отдыхать, люди хотят веселиться, люди хотят развлекаться. И вот князь Орловский устраивает эту закрытую, нелегальную, подпольную вечеринку, когда все приходят, срывают маски, где шампанское течет рекой. В конце, естественно, всех арестовывает полиция за эту нелегальную вечеринку, да. И там не только шампанское, там и кальян, и прочие разные пороки современного золотого общества, и темные комнаты, и много еще чего. Но вот, модель распевается. Вот результаты. Вот результат, да, шампанское. То есть, очень много вкусностей. Да, если первый акт, это как положено всегда в оперенте... Пожалуйста, скажите, Андрею, в оперенте распелось. Девочки, поднимите. Она помолчила. Спасибо. Вот. Мне ничего не имеет против жанны печенки, или, которая сейчас видит вода, или, но... Не знаю. А первый акт, насколько пока, достаточно бытовая история, да, завязка, рассказывается, кто кому дядя, кто кому угодно, что произошло, и так далее, да. То второй акт, это вот действительно такой праздник, жить на улице в магазин, за хлебушком не выйдешь, да. Это вот именно необычные, очень странные, экстравакантные, кутюрные вещи. Вот мы с Леной решили так, второй акт, вот весь вот, всю вечеринку Орловского. Ну, а третий акт, как всегда, очень любимый зрителям с тюрьма, с его гэггами, с его шутками, с его драматическими, мощными репризами, монологами. Мы как раз там сохранили образ, который есть для Эрмана Найбольпина, помощник дежурного, который тюрьму раскачивает, это любимое все, мы не могли это выкинуть, мы это оставили. Вот его диалог с Франком, с директором. И, конечно, у нас тюрьма, немножечко даже, тоже приоткрою тайну, она у нас напоминает такой больше не тюрьма, ну и тюрьма-то там веселая, туда сажают на 5-6 суток, да, у Штрауса, сами помню, прекрасно. За легкие административные нарушения, как сейчас говорят, вот, исправительные. И то есть тюрьма даже, туда все приезжают после балла, и тюрьма у нас такая, даже немножко больше напоминает наркологический центр, с капельницами, с санитарами, с ванной, то есть тюрьма такая, в помощь, что называется, арестованная. То есть мы шутили, и поставили, действительно, Петр сказал, что... А это файл, сказать, у меня уже всех по глазам застокили, за столько месяцев, простите. Вот. Мы пытались, действительно, Петр правильно сказал, лишить апелета, то знаменитое, «Ее нафталий новости», да, то есть говорят, что апелета, как жанр генеральный, мне кажется, нет. Она скорее становится более музейным жанром, и вот чтобы она не стала окончательно музейным жанром, мы действительно похлопали автора очень сильно по плечу, и Аганна Штрауса, и Либератистов, и сами написали много чего мы коллективно, даже если иногда собирались, Юрия Николаевна, можно приотклить за все тайны? У нас был момент, когда мы, я, маэстро, Юрия Николаевна, заведующий режиссерским управлением, Катя Кашина, мы вот все сели, и в сценарий каждый привнес какую-то еще свою лекту, помимо того, что было написано, шутки про ковид, анекдоты, мы долго искали, выбирали, отбирали самое лучшее, какие-то ситуации, то есть мы еще, плюс ко всему, занимались практически все этой опиеты в плане такого сотворчества очень мощного, начиная от азов от сценария и заканчивая тем, что вы видите сегодня. То есть по большому счету, дай бог, чтобы в 23-м у нас были, как сказал правильно маэстро, ребенок, удачные роды, чтобы ребенок рос, рос, вырос и был любимым не только нами, не только родителями, создателями, но и как тот, да, Онегин наконец увидел свет, все решили, да, что он умен и очень умен, что пожелайте нашему ребенку, чтобы он стал любимцем у театральной публики Петербурга. Спасибо огромное. Спасибо. Анечка, Анечка, я хотела немножечко давать к тому, что сказал Василий, чтобы вы не думали, что мы такие варвары, вот мы взяли апеллеты, придумали какие-то свои тексты. Действительно, у нас автор либретто, ну, новейшего, скажем, именно нашего в театре музыку, у Василия Заржицкий, но это европейская традиция, потому что действительно смотреть на полный, серьезно, вот там вот пойти и посмотреть какую-то, пыльную апеллету, да, все в коринолинах, но, наверное, и такая публика есть. Я вообще за то, чтобы вы встретили все цветы. Наверное, есть публика, которая хочет вот классическую апеллету. Мы делали больше как музыкальный спектакль, в котором есть шикарная вечная музыка Штрауса, тем более, что мы имеем в театре роскошный оркестр, сервенная симфония и маэстро Вастраншилов будет не только управлять оркестром, тоже немножко открою секрет, у нас участник действия, он, конечно же, приглашен на этот бал князю Орловскому, а как же, без Фабио, мастрак жила в современном мире. Так здесь вернуться к этим текстам, но вот я, например, была на летучей мыши в Трестоне в Зенберн-Оперн, и там тоже современные тексты были. Там даже вся апеллета была современная, но в отличие от нашей шикарной, она была такая уж очень водовая, между нами говоря, так даже скучновато в чем-то. Но, во всяком случае, они считали газеты немецкие, ну, я, может, не все шутки поняла, но всякие шутки про фрау Меркель там присутствовали постоянно. У нас, мы в политику не удаляемся, у нас, мы эрганизируем, конечно, по поводу коронавируса. Надеюсь, вы нас не осудите, потому что, честно говоря, когда мы это обсуждали в Марсе, нам казалось, что когда нас откроют, то уже как-то уйдет коронавирус, мы как-то с ним справимся, мы пройдем эту изоляцию, те, кто заболел, вылечиться, а кто не заболел, уже никогда не заболеет. И то, что мы сейчас эту премьеру представляем, в такое время, когда, к сожалению, люди еще болеют, но мы призываем всех соблюдать все нормы и, конечно, беречь себя, но в то же время позволим себе легкую иронию по отношению к тому времени, когда мы сидели вот на такой глухой изоляции, в котором каждый оказался дома и не знал, что можно себе позволить, но некоторые люди позволяли себе выход и в клубы, где играют в покер, и на тайные вечеринки, в какие-то тайные салоны красоты и так далее. Но я с удовольствием даю слово Анечке Викулиной. Как вам проводится? Благодарю. Здравствуйте. Хочу сказать, что, как уже сказали выше, я исполняю роль Эрзи Нинды, это светская лица, дама из высшего общества, она замужем за Генрихом и, как все нелевы не знают, у них происходят некоторые измены и это выявляется, и, собственно говоря, на этом строится завязка всей оперетки. Дальше производительственные события. Представляя сегодня весь вокальный цех артистов, хочу сказать, с чем мы столкнулись, так как все-таки мы привыкли исполнять оперу, а опера – это, конечно, совершенно другой жанр, и там нету, как все мы знаем, разговорных диалогов, нету такого количества танцев, такой вот лемкости, которая должна быть в билете, и для меня это премьерная работа в этом жанре, в жанре оперетты, и вот как раз таки столкнувшись со всеми этими нюансами, было непросто, но вот Василию большая благодарность, он с нами работал, все это чистил, и надеюсь, что мы приобрели вот этот праздник, все эти эмоции, легкие, но хочу сказать, что это было очень так непросто. Самое главное – опыт, Анечка, опыт. Опыт. Так что, надеюсь, что все сложится, и мы отбавляем все надежды, которые с Вас сложены. Спасибо. Спасибо большое нашим спикерам. Есть ли у Вас вопросы, коллеги? Пожалуйста, представляйтесь. Елена Сырова, Радио России, вопрос Фабио Монстранчево. Раз Сергей Мегицко пригласили в Эперетту, значит, он поет. Ну, вот как раз это роль, которая не поет. Ага, тогда вопрос по-настоящему. который в Эперетту не поет. Да, тогда мой вопрос снимается, потому что я хотела спросить, что медленно отраз между отравлением и Монстранчево. Нет, ну, может быть, Чесарежа хорошо и поет, но в этот раз не услышим его в качестве певца. Мы услышим его только в качестве актера. Конечно, мы же знаем, насколько он великолепный. А кого он играет? Помощник дежурного. Да, да, да. В тюрьме как-то он распределяет очень много чего и командует, и, конечно, потребляет какие-то, ну, наркотики, наверное, и точно алкоголь. Поэтому не всегда внимание на 100%, но алкоголь. а не просил себе он спеть в таком случае, потому что так, он не боющий. Может быть, и распет до этого. Жаль, что Сергей занялся, не смог принять участие в пресс-конференции, но, ну, во-первых, действительно, это роль без маккала, фрош. И во многих театрах мира на револьт приглашают известных комиков, известных комедийных артистов, которые, драматические артисты, и не предполагается, что они так будут петь. Но когда Фабио позвонил Сергееву Григорьевичу, он очень обрадовался, потом прийдет к нам в театр и говорит, вот какой-то самый знаменитый театр в Ладесе, где я родился, ну, оперный театр. Он говорит, нет, там есть театр от Перетты. Я в детстве хотел именно работать в этом театре от Перетты. А потом я также сложила, что ни разу я в музыкальном театре не был занят. И вот вдруг сбылась мечта. Я в Перетте, да еще приду очень выше, да среди таких творческих людей. Так что им очень хочется поработать у нас в театре, это обязательно случится. Спасибо. Еще вопросы? Проект Ангодина «Петербургская жизнь». Я хочу спросить, что это апеллеты без социальных проблем. Абсолютно без социальных проблем. То есть там ноль социальных проблем. И этим она замечательная, хорошая. Мы ждем праздника и без социальных проблем, пожалуйста. Единственная проблема, если там ковидная, то хотелось бы тут уже вообще никаких проблем. Но надеемся, что... И хотелось спросить про афишу. Вот кто... Вы делали афишу, да? То есть это в какой-то мере намек на оформление сцены. В какой-то мере. Спасибо. Я желаю успеха, надеть, как они будут. Можно два слова про афишу. Афишу соответствует стилистике того, что мы учимом в виде афишу. Должны понимать, куда она идет. Думайте. Так, все, вопросы? Если вопросов больше нет, то, наверное, минут через десять мы пригласим коллег в зал и покажем отрывок из спектакля. Спасибо вам за пресс-конференцию. Спасибо огромное. Хорошего дня. Будьте здоровы. Спасибо. Сможет быть в Европе, сможет быть в Северной Америке, сможет быть в России. Не важно. Это такой мегаполис, где происходят действия. И, конечно, человеческие эмоции, которые мы показывали, бессмертные. Они были тысячу лет назад и будут, наверное, если человечество еще будет через тысячу лет. Мы, конечно, об этом не знаем, но мне кажется, что если будут, конечно, эмоции останутся те же. По музыке, конечно, изменения нет. это мое прочтение. Слава Богу, я учился тоже в Вене, поэтому владею хорошо стилем Штрауса. Мы много играли до этого Штраус-гала, концертов, поэтому мы и знакомы с этим стилем, и наши молодые солисты, несмотря тоже на возрасте, они уже набрали опыт, потому что мы много включаем номеров спеем даже на нашем концерте. Поэтому, думаю, что ждет публике большие сюрпризы, конечно, еще хореографии, еще сцены, декорации очень интересные, очень новые. Петр Окунев создал шедевральные, конечно, декорации, поэтому оставляем публике, конечно, окончательные решения. Кроме перевода на местный язык, как вы сказали, насколько я понимаю, есть еще и перевод на язык современности. И в этой связи затрагивается ли каким-то образом та ситуация, в которой мы сейчас находимся, маски и прочее, прочее? Есть ли какие-то иллюзии на это? Ну, естественно. Мы, когда выбрали именно эту оперетту, можно сказать, что самое название нам диктовал как-то пошутить на том, что летучая мышь это прямая связь с том, что случилось. Хотя мы от китайцев знаем, что, типа, якобы, бедная летучая мышь она виновата во всем. Никто не знает, конечно, но как-то так нам говорят, как я пошутил на пресс-конференции, бельгейцы это знали уже 5 лет назад, есть люди, которые недавно обнаружили. Ну, вот, мы решили как-то чуть-чуть пошутить на этой теме, при том, что она очень такая актуальна, все знакомые, да, с ситуациями и так далее, поэтому подполные какие-то вещи, да, даже, чтобы постригся, надо было подполные, да, договориться с... поэтому, как-то, во всем, даже самая трагическая ситуация, да, человечество, здесь всегда можно найти юмор, можно найти шуточные, конечно, моменты, мы просто постарались подчеркнуть эта страна от дела. То есть, мы уже можем смеяться, надеюсь, 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 еще не все закончится, но в этом, конечно, я могу сказать, что полностью уверен, что когда-нибудь закончится, конечно, лучше раньше, чем позже, но мы же знаем, что все, что связано с планетой Земли, конечно, рождается, живет и умирает, поэтому, я думаю, что этот вирус, конечно, не будет, и не зависит от нас, конечно, но все идет таким образом, поэтому, я уверен, что когда-нибудь закончится. Расскажите, может, последний вопрос, даже без привязки к ковиду, немножко про процесс репетиции, про то, как это происходило, может, какие-то были моменты интересные и вот участие Сергея Григорьевича. конечно, да, конечно, Аня Викурина была права во время пресс-конференции, она подчеркнула тот самый факт, что для них, для оперных певцов, это, это, конечно, совсем другой жанр. Нам, как публике, нам, а что, какая разница, они-то и поют в опере или в опере-эте, какая разница, а, конечно, в опере-эте есть диалоги, есть, надо показать побольше актерства, мастерства, и, конечно, в этом Сергей Мигицко безподобен, потому что он опытный актер, и я думаю, что его присутствие тоже на сцене очень сильно помогло ребятам, молодые ребята, которые впервые, да, должны были себя мерить с этой новой, да, ситуацией, когда надо было не только выйти и петь, а еще танцевать, еще разговор, поэтому у нас очень талантливые ребят, поэтому я вижу, что они справляются, конечно, тщательно провел работу Василий, который с ними очень сильно поработал, но он уже набрал опыт, и как раз у нас тоже, конечно, не называешь оперету, тот спектакль, который у нас идет на малой сцене, опасные связи, да, но для Василия, конечно, я думаю, что это был очень важный опыт, который привел к летучим ночью. Спасибо. Спасибо. С вашего разрешения у вас тоже пошли. В Санкт-Петербурге особенно, да, я не думаю, что все итальянцы, которые бывали в России, владели русский язык, как я, поэтому как-то пришлось, конечно, нам уже сказали, что вы переродили и стали русским. Наверное, как-то пришлось иногда переводить, а были немцы, были англичане, были французы, вообще в России говорили на французском языке чуть не лучше, чем во Франции, поэтому мне кажется, что и сегодня, конечно, такие ситуации довольно популярны, можно сказать, да, можно их найти везде, поэтому, поскольку, вы знаете, всегда, конечно, когда идут диалоги, понятно, что надо обязательно на языке, где ты даешь оперету, но когда поешь, существуют такие моменты, когда любой язык не способен настолько быть точен, как язык, на котором родился опера или оперета или комическая опера, потому что, ну, естественно, он владел немецкий язык, поэтому он написал на этом языке, который ему более удобен и так далее. Конечно, люди стараются, когда мы все понимаем, что когда идет перевод для пения, это особенно задание, мы все понимаем, что это сверхъестественно труднейшее задание, чтобы не терять этот вкус и получить то же самое, это, да, жидкое, это самые фразировки в музыке и так далее, поэтому и для опыта. Ну, я же знаю, что, например, в России есть большая традиция. Мои друзья, которые, например, моя подруга Наташа, Наташа Гамба, которая русская, но она тоже вышла замужем за итальянец, у нее мама пела в Большом театре, она была солисткой Большого театра, мессо-сопрано, и Наташа до сих пор помнит все тексты, Аиды, Богемы, Турандот и так далее на русском языке, и когда она поет, я понимаю, что что-то есть в этом, конечно. И даже для меня, который вырос в Италии, да, и слышал всегда эту оперу на итальянском языке, есть какой-то специальный вкус, когда поется на другом языке. Но, но повторяюсь, конечно, язык оригинальный, это самый подходящий. Поэтому мы решили как-то придумать какой-то компромисс, хотя бы чуть-чуть, чтобы у людей появился чуть-чуть, да, чтобы нюхать запах вены и немецкого языка. Спасибо. Давайте Фаби уже отпустим наш трестровый прогон. Да, да, да. Конечно, это возвращаюсь. Веночка. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Сейчас, уважаемые кулисы, спасибо, тишина, артисты, по поводу. Конечно, все прекрасно знают, что когда готовится кремьера, в театре, сначала одно, потом третье, да, у нас здесь на сцене еще будут доезжать диван, мебель необходима, да, то есть диваны сейчас репетиционные, все остальное уже то, что необходимо в спектакле, вот, и сейчас мы покажем вам гранд-финал из второго акта, то есть это завершение Баула и Абрана Штрауса, а у нас это завершение нашей крутой, веселой вечеринки. А, конечно, у нас сейчас рабочий момент, какие-то некоторые костюмы еще не доехали, что-то немножко подшивается, еще есть несколько дней, какие-то доработки, сегодня кое-кто из мора, но мы просто выпускаем гранд-финал из костюмов, чтобы не нарушать рисунок танца, рисунок композиции, то есть, уважаемые прессы, вы прекрасно понимаете, что работают еще до 23-го, до 22-го, даже, точнее, вечер, генерального прогона, она взятная тетку, она кипит, что-то еще доедет, вот, а мы показываем завершение баа, конец второго действия, завершение вечеринки князя Орловского, спасибо огромное, благодарю за внимание, и уважаемые артисты, свет-зал, да, и прошу всех на точку на сцену, спасибо. Господа, если бы вы знали, как я ненавижу водку, приходится пить национально себя, но если откровенно, нет ничего лучше бутылочки запотевшего шампанского, КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.